здравствуйте сегодня мы подводим итог изучению большого раздела географическая оболочка давайте вспомним что такое географическая оболочка из чего она состоит и какие этапы прошла в своем развитии что такое природный комплекс и какими они бывают знания о географической оболочки крайне важны для человека ведь именно в географической оболочки происходят процессы которые поддерживают жизнь на земле человеку необходимо понимать законы природы и активно приспосабливаться к ним давайте вспомним из каких веществ геосфер земли состоит географическая оболочка географическая оболочка состоит из жидких веществ гидросферы газов атмосферы твердого вещества литосферы и живого вещества биосферы Формирование географической оболочки происходило постепенно. На первом дебиогенном этапе, который начался 4 миллиарда лет назад, в развитии географической оболочки сформировались материки и впадины океанов. На втором этапе, 570 миллионов лет назад, началось формирование современной водной и воздушной оболочек, озонового экрана, почвенного покрова, активно развивалась жизнь. Третий этап, который начался 40 тысяч лет назад, характеризуется появлением человека и постоянно растущим воздействием его на окружающую среду. Географическая оболочка обладает определенными свойствами. Вырубка и сведение лесов часто приводят к необратимым последствиям из-за нарушения сложившегося природного равновесия. Водопроницаемость почвы в лесу крайне велика, осадки, поступая в нее, поддерживают питание подземных вод. Лес играет важную водорегулирующую роль. Из-за вырубки лесов мелеют реки. Образуются болота. Изменяется характер растительности и весь облик земной территории. Это свойство географической оболочки — целостность, проявляющаяся в единстве всех географических сфер. Север европейской части России находится в лесной зоне. Юго-западная часть ее представлена смешанными лесами, лиственными и хвойными, а северо-восточная — хвойными лесами. Это подзона тайги. К югу от лесной зоны идет широкая полоса лесостепи, которая представляет собой переходную область между лесом на севере и степью на юге. В своеобразном ландшафте лесостепи чередуются крупные массивы леса и обширные степные пространства. Еще южнее располагаются степи, преимущественно ровные безлесные пространства, которые заняты пашнями и лугами. Они охватывают весь юг вплоть до побережья Черного и Азовского морей. Крайний юго-восток, прикаспийская низменность, представляет собой полупустыню, то есть область, переходную от степей к пустыням. Наряду с участками ковыльно-полынных степей здесь встречаются значительные пространства песков, лишенные растительности. В областях, расположенных в северне и южне экватора, климат обычно сухой. Однако в определенные месяцы там становится очень жарко и идут дожди. Такие места, расположенные по всему миру, называют зонами саванн. Это название происходит от африканской саванны, который представляет собой самый обширный регион с этим типом климата. Когда приходит дождь, зоны саванн находятся между двумя тропиками, линиями, где дважды в год солнце в полдень стоит точно в зените. В такое время там становится значительно жарче и от этого испаряется гораздо больше морской воды, что приводит к проливным дождям. Причина сезонности в саванне определяется свойством ритмичности, который проявляется в географической оболочке. Саимодействие природных компонентов в географической оболочке приводит к образованию природных комплексов. Любой природный комплекс характеризуется особым составом компонентов и неповторим внешним видом. Примером природного комплекса являются озера, болота, леса, где все компоненты природы, такие как воздух, животные, горные породы, вода, растения находятся в постоянном равновесии. Наиболее крупные природные комплексы — это природные пояса, в пределах которых на суше выделяются природные зоны. Вы уже познакомились с некоторыми из них и, конечно, можете с легкостью определить, о какой природной зоне идет речь в описании известных писателей. Чем дальше, тем становилось прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство до самого Черного моря было зеленую детственную пустынью. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Занесенный бог знает, откуда колос пшеницы наливался в гуще. Воздух был наполнен тысячами разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, располстав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог весь в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине, только мелькнет одной черной точкой. Вот она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Ребята, так описывал Николай Васильевич Гоголь степь в произведении Тарас Бульба. А вот еще одно произведение. Ноги мягко вступали по мху. На нем там и сям валялись шишки, попорченные кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки. Пустые орехи птицы даже не вынимают из гнездышка. Это описание тайги в произведении Виктора Петровича Астафьева «Васюткино озеро». Как мы выяснили, неравномерное распределение тепла по поверхности Земли способствовало формированию разнообразных природных зон на сушу. Но в океане также проявляется закон широтной зональности. Разные зоны океана имеют различные условия и, соответственно, различный видовой состав организмов. Например, в жарких тропических зонах океанов распространены многочисленные коралловые рифы с рыбами и морскими звездами. Полярные зоны океана отличаются бедностью видового состава, но большим объемом биомассы, которая достигается за счет планктона. Для суши и океана также характерна вертикальная зональность. На суше она проявляется в высокотной поясности, в смене природных комплексов с высотой в горах. В океане вертикальная зональность проявляется в изменении видового состава с глубиной, в результате сокращения получаемого тепла и света. Знание закона целостности географической оболочки имеет большое практическое значение. Если хозяйственная деятельность человека не учитывает его, то она часто приводит к нежелательным последствиям. Изменение одной из оболочек географической оболочки отражается на всех других. Примером может служить эпоха Великого Оледенения, четвертичный период. Великого Оледенения, течение поверхности суши привело к наступлению более холодного и сухого климата, что повлекло с собой образование толщи снега и льда, покрывшего огромные площади на севере Евразии и Северной Америки. А это, в свою очередь, привело к изменению растительного и животного мира и к изменению почв. Ребята, на этом наш курс географии 6 класса заканчивается. Увидимся с вами в следующем учебном году. Всего вам доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok